итальянский замок на входной двери проработал всего 25 лет всего вот так вот это все выглядит и пришлось его менять вот это вот новый замок а старых в коробке старый вот он старый замок вот так вот он выглядит а вот накладки которые пришлось высверливать чтобы дались добраться до замка 2004 года замок но немножко не дожил до скольки получается до 30 до 20 пролежать не но это точно 2004 подходит union сейчас кстати они есть я знаю офис есть в химках то есть такие двери еще делают да ну есть такие вот это накладка которая стояла ну вот поставили уже панель идя вот 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 Ставим верхнюю накладку Дмитрий рассказывает, говорит, что дверь у нас итальянская И замок соответственно итальянский И ну соответственно поставили тоже Италию Говори Ну телефон скажи Всего Почти 20 лет занимаюсь дверями Меняю любые замки Ремонтирую любые двери Телефон 8 915 8 915 4 0 4 0 553 553 Дмитрий по отчеству Дмитрий Николаевич Дай Бог здоровья Спасибо Так наша работа движется К завершению Последней Последней Заглушка оделась И Дмитрий Николаевич Вот самое главное Прикрутить могу Делай И фильм у тебя приличный Я тебе скажу У тебя уже уровень приличный Я старался Я думал этим все заниматься Я тебе больше скажу Что знаменитые Скажем люди Корреспонденты Пытались Ну Свои каналы Заводить Они думали Что это раз-два И обчелся А на самом деле У них не получалось У них там И 100 подписчиков Не было То есть Надо еще В тему попадать Здесь своеобразное Крепление Цилиндра То есть Не с торца Болтиков Грубо говоря Скоба специальная Которая крепится То есть Если не знаешь Ты еще и не откроешь Эту заглушку Да и не поменяешь Ну Заодно Покажешь Тут необычный Такой квадрат Из двух частей Обычно идет Ровный Ага А здесь Из двух частей Вот ровный А тут Из двух частей Потому что Он это Как Расклинивается Скажем так Но это Старый Будет стоять Или новый А этот Лучше Чем Я могу Лучше Да Вот он Вот цельный А это Из двух частей Шплинтово Расклинивает И ручка Не слетает Ну Самое главное Чтоб Ручка Не слетала Приходится Бегать Вот Вот этот Шплинтик Расклинивает Как раз Этот Квадратик Частей Николаевич Скажи Какие Слабые места В дверях Вообще Это петли А те же Из-за того Что тяжелые двери Ну Не только Из-за этого Просто Когда проходимость Большая Открывают Закрывают Постоянно Петля Стачивается Даже если Скажем так Из хорошего металла Из хорошего металла И стоят Подшипники На петлях Все равно Дверь Начинает Просаживаться На этот случай Ставятся Проставки Специальные Подпетки Регулировочные Ну Чтобы Дверь И надо Вовремя Регулировать Если бы мы Вовремя Отрегулировали Обязательно Когда вам Ставят Дверь Монтажники Обязательно Смотрите Чтоб они Петли Набивали Смазкой Потому что 90% Случаев Им лишь бы Поставить И уехать Они их Даже не Смазывают И сухие Петли Соответственно Они стираются В первые Два Три года Ого И дверь Подсаживается Ясно Хорошее Такое Зайдет Немножко Эффективнее Эффективнее И именно Настройку дома Строить Или Лишь Делать Отдельные Операции Сложнее Дома Мы тоже Сустроим Но Дело в другом Что с домами Сложнее Дома Как вам сказать Это долгая История Долгий проект Три-четыре Месяца Это все Строится Более Некоторые Три-четыре Года Строит Я бы сказал Не Ну У кого Деньги Есть То Строит Соответственно Быстро Ну Ну Да У меня В свое Время Работало До Девяти Бригад Ну У меня Все Ну Все Средний Азик Ну Ты Понял Со Слоянами Не Очень Связываться Я Я Я Я Я Я работал Да Вот У меня Работают Белорусы Ее Заменить Заменить Можно Но Надо Другую Ручку Но Сюда Не Каждая Ручка Подойдет По Размеру Мешь Иду Вот По Этой Да Не По Размеру А Эту Ручку Нужно Закрепить Не Так Она У вас Держится На Одну Шплин Ну Атакует Подобную Нельзя Еще Или Если Она Будет Она Будет Стоить 2012 Вот Ты Обрадовал Нет Уже Да Резьбы Нет Может Быть Фиксатор Есть Бы Какой Ни Капнуть Туда Если Ну Это Сами Когда Закручиваешь Да У меня Клеек Есть Давай Попробуй На клей Посадить Или Не Надо Или Не Надо Клей Потом Не Открутим А есть Какая Тряпочка Снизу Сейчас Найдем Ну Блин Она Вообще Не Затягивается Не Знаю Она Вообще Прокручивается Вот Так Вот Я Сделаю Ну Или Знаете Как Можно Еще Прям Маленьким Сверлышком Туда Прям В этот Кавадрат И Закрутить Какой Нибудь По Диаметру Чуть Больше Чтобы Он Раз Это М5 М6 Грубо Говорю А у Тебя Нет Такого Сверлышка У Меня Нет Нарезать Резьбу А Я Посмотрю Может У меня Что Есть Да Или Где Некогда Ладно Все Оставим Пока Этот Вопрос Я Тоже Не Совпадает Соосность Надо Немножко Перекрутить На Гараже Тоже Здесь Вообще Дурочка Какая Не Прекрутить За одно дерево За одно дерево Сейчас Десять Пожалуйста Только За контейнер Чтоб Вывести Десятку Да Там Еще Напилить Их Надо Все Но Мои Приехали Там Посмотришь Там Четыре Пилы У них Было Так Зам Все Разобрались Вот Эти Штуки Я Не Буду Ставить Пластиковые Потому Что Они Сгнили На Работу Не Влияют На Работу Не Влияют Это Раз Во Вторых Штыри Будут Тяжелее Будет Ключ Крутиться Вним А может Это Под Это Что Под Клейком Да Как Ну Сейчас Покажу Одевалась На Штырь Грубо Говоря И Фиксировалась Ну То Ты Считаешь Не Нужно Ну Все Значит Отлично Смотрите Вот Туда Нужно Спиндюрить Все Штыри Будут Одних Терри Не Будет Хуже Но Я Понял Тут Они Роли Особо Не Грают Все Понял Все Понял Ну Все Отлично Да И Подрегулировать Еще Светлана Николаевна Просила Молоток Молоток Там Может попало Песок Шестигранник Фиксируется Шплинтом Шестигранным Маленьким Маленьким Я Сейчас Откручу Буду Накручивать Дверь Будет Подниматься Одна С одной Стороны И Нижнюю Тоже Все Ясно Расслабляем Шестигранник Который Фиксирует Регулировочный Винт Потом Будем Регулировать Странно 20 лет Все Прошло Ну Я имею ввиду Просевшее Может Открутилось Может Еще Чего Не Тоже Выкручивалось Даже От Времени Я думаю 20 лет Все Таки То Есть Чем Дверь Получается Дороже Тем Она Дольше Служит Или Не Факт Тут От Петель Зависит Тут Здесь На Этих Дверях Очень Хорошие Петли Которые Можно Реально Подрегулировать Регулировать Они Служат Подвести Если бы Мы знали Раньше Чтобы И то Бо И ручка Не Сломалась Замок Бо Не Сломался Потому Что Мы Считаем Что Из Завес Петлю Нижняя Петля У Навес На самом Деле Он Как Правило Всегда Нагруженный Не Нагруженный 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 Наоборот Нижняя Петля Стало Лучше Не Захлопнется Значит Смотрите У вас Здесь Она Здесь Тоже Регулировать Надо Вот Здесь Тоже Регулируется Прижим Двери Вот Тут Вот Я Сейчас Вам Немножку И Повыше Сделаю Она Уже Хорошо Закрывается И Соответственно Смещать Надо Будет Режим Еще Смещать Надо Будет Значит Вот Отрегулировали По Высоте Чуть Теперь Просто Фиксируем Зажали В этом Положении Кстати Вот Это Очень Востребованная Услуга Регулировка Регулировка Петель Регулировка Дверей Потому что Люди Ставят Дверь Сначала Она Закрывается Открывается Хорошо А потом Когда Притираются Петли Садится На свое Место И буквально Через 3-4 Года Начинают Плохо Закрываться Замки Ну Дверь Плохо Захлопывается Приходится За ручку Сильнее Тянуть И Соответственно Ручки Выходят Из строя Да Вот Как у нас Да Поэтому Чтобы Вовремя Надо Регулировать Регулировать Чтобы Потом Лишние Деньги Не Платить Производители Разные Поэтому На некоторых Вообще Не Регулируется То есть Откручиваются Два Болта Да Смещается Прижимная Планка Она Должна Отмещаться Или у вас Тут Нету Этой Скобы И Еще Один Момент Что Немаловажно Вот Эта Собачка На двери Которая Захлопывается Она Всегда Должна Быть Смазана Потому Что Чем Деньги Тяжелее Какая Собачка Вот Эта Нижняя А Вот Эту Должна Быть Намазана Литолом Солидолом Чем То Таким А Почему А Потому Что Она Рабочая Самая Рабочая Да Она Вообще Когда Она Не Смазана Она Просто Ударяется Об Коробку И Она Не Уходит Это Раз Во-вторых Бывает Такое Что Даже Если Она Уходит Соответственно Там Лопается Пружина А На Некоторых Замках А Если Пружина Это Замена Замка А Если А Бывает Так Что Она Даже Растягивается На Некоторых Замках То Это Бывает На Итальянских Замках Матура Она Растягивается И Собачка Начинает Просто Торчать И Соответственно Вы Когда Нажимаете Ручку Она До Конца Не Соответственно Замена Замка Нет Это Отремонтировать Можно Собачка Вот Сейчас На Порядок Лучше Не Плотно Конечно Совсем Но Поплотнее Стало Закрываться А По Поводу Резинок Что Резинки Меняются Вот Двери Да Но В России Хороших Резинок Не Очень Нет Тут Нужно Подбирать Есть Специальные Мастера В том Числе Я знаю Которые Приезжают У него С собой Много Разных Бухт Уплотнителей Разного Диаметра То Есть Это Разная Это Своя Это На Итальянских Дверях Здесь Специфические Уплотнители Можно Сделать Не Сильно Изнашиваются Они Разного Просто Бывают Уплотнители Разные Д Образные Е Образные П Образные 10 На 12 10 На 10 То Разного Цвета Разного Но Так же Как На Окнах Получается Ну Да Бывают Магнитные Уплотнители То Как На Холодильнике То Есть Я Пой Ну Отлично Все Отлично Дай Бог Тебе Здоровье Да Закроет Нет Он у нас Трех Оборотов Три Утираются Здесь тоже Пластик Все Работает Это Отлично Это Как Цепочка Тогда Еще раз Телефончик Дай Пожалуйста Чтобы Не только Мы Могли Тебя Вызвание 8 915 4 0 553 Дмитрий Николаевич Спасибо Большое Дайте Руку Пожму Тогда Как Обычно Я Делаю Спасибо Большое Все Подписываемся Ставим Говорим Своё Категорическое Категорическое Замечание Как Мы Любим Спасибо Всем Спасибо Дмитрий Николаевич Дай Бог Здоровья